Сколько у нас психов? Никто не считал, нет? Захожу на дачу к соседке, смотрю, лежит на кровати в позе пьяного лебедя. Руки, ну, по всей кровати, голова отдельно. На голове такое лицо. Ну, как будто на неё люстра упала. Кровавый такое. Схватил ведро с водой, сжёкнул в район подушки. Она живой оказалась. Потому что убитой так орать не будет. Оказывается, она на лице для цвета лица клубнику раздавила. А я, мол, придурок, взял всё с мыла. Я кричить теперь из-за тебя никого в гости к себе пригласить не могу. У меня вся кровать мокрая. Ну, хочешь, я к тебе приду. Со своей клубникой. Раздавлю всё, как было. В это время её мужик пал-пал с топором пробежал. У него слабость такая. Он любит с людьми с топором в руках разговаривать. Он им, когда машет, люди его лучше понимают. Ты зачем мою маню замател? И топором дирижирует. В это время на шум с дачи напротив Вера Ивановна пробежала. Она психолог. Она в психушке работает. Она с топорами умеет разговаривать. Тю-тю-тю. Бал-бал-бал. Такая умница. Такой выдержанной, такой интеллигентной, культурной. Тю-тю-тю. А тут же детишки, наше будущее, наш долг всегда о них. Тю-тю-тю. В это время какая-то машина по луже вжик. И вот все брызги, которые в этой луже были, это психички прям в тю-тю-тю. Но Вера Ивановна женщина выдержанная, интеллигентная. Она как заорет. Ах ты, козел, недодоенный. Бурло, пучи, глазка, страт недорезок. Пал-пал, через рук топор выпал. И он так вяло. А как же детишки? А из психички уже пена пошла. Какие детишки твои в хвост и в греуви, что мы залепли морда твоя щербата. Свободу Гусинскому. Вот так вот она орала, пока ее не связали и не отвезли к ней на работу. Она в психушке работает. Ну, мне туда не надо. У меня вся квартира психушка. Вся я психована, вся. Прихожу с работы, у жены депрессия. Вся я сдергалась. Что такое? Что случилось? Оказывается, ее подруга достала какой-то сексуальный сарафан от Юдашкина по цене от Бринцалова. И ей срочно такой подавай. Значит, я ей психотерапию устраиваю. Он этот сарафан на твоей подруге хорошо сидит, потому что она костлевая. Ей на чем обычно люди сидят, сидеть больно. А у тебя в этот сарафан даже щеки не пройдут. Ну, тут, конечно, возникает дочка. Мама, бери даже не думай. Я его буду носить. Я спонсор нашла. Он мне обещал пять тысяч баксов на развитие. В это время скипает ее муж Жора. Он у нас главный, припасный. Пять тысяч – это неспроста. Мама, у них шуры-муры. Я его убью. И ее, и себя, и вас. Я говорю, Жора, ты на меня не рассчитывай. В общем, всем плохо, все за сердце, всем не отложка. Доктор спрашивает, что посоветуете? Он глянул на меня грустно. Я сказал, купи сарафан. У нас на работе тоже все психовные, все психовные. У нас Ложкина есть. Представляете, за свой счет отпуск взяла на три дня. И чтоб все, значит, сотрудники, глядя на нее, в обморок попадали, у себя на голове тысячу косичек заплела. Муж с работы ночью, со второй сменой приходит, смотрит на подушке, клубок змей и зубы торчат. Ну, психушку отвезли. Бухгалтер у нас свихнулся на старости лет, решил крутым стать. Представляете, новейшую автосигнализацию поставил на свой старейший запорожец. Эта сигнализация, новинка, когда к машине близко подойдешь, она дурным, гнусным голосом говорит, «Отойди». И все, значит, за сердце хватаются. А тут тетя Дуся с дежурства шла. И она ей, значит, «Отойди». А тетя Дуся, она фронтовик. Она трудностей не боится. И она, «Чего, а?» А эта опять, «Отойди». Ну, у тети Дуси словарный запас побогаче будет. Она как-никак в седьмом классе убирается. И она, «Чего ты сказал, козявка бензина?» «Я тебе фары живо пообрел!» А так вот слово за слово, к утру в Запорожье же морда разбита, фары нету, и он без перерыва, «Добро пожаловать!» «Добро пожаловать!» И вот так вот и живем! Сиг, оба, да! Спасибо! Одну минуточку, одну минуточку. Это вам на память. Спасибо. Спасибо. Спасибо.